Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 18. Для тех, кто смотрит данную лекцию через интернет, напомню, что запись произведена с помощью портала экзегет и размещается на сайте экзегет.ру. Псалом 18. Псалом 18 характерен своим вдумчивым размышлением о том, как Бог открывает себя человечеством. Он являет себя через свое творение, через небеса, в которых господствует Солнце, и через закон. Язык первых шести стихов отдает отголосками мифологических тем, знакомых по другим древним ближневосточным религиям, в которых Бог Солнце выступает в роли жениха. Не исключено, что еврейский автор данного псалма использует и адаптирует для своих собственных целей более ранний религиозный текст. Заимствуя художественные приемы, он, тем не менее, сохраняет верность единобожию. В отличие от ближневосточных мифов, для него, как и других библейских авторов, мир, созданный Богом, является результатом одного и единственного Бога, который однажды сказал, Бог сказал, и это стало так. Первая глава книги Бытия. Силы природы, в том числе Солнце, могут быть божествами в культурах, окружающими Израиль. Но в центре первых стихов 18-го псалма совершенно иная идея. Солнце – это дело рук единого Бога. Красота неба свидетельствует о славе Творца. Апостол Павел описал такой опыт естественного Богопознания в следующих строках. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимой. Послание к римлянам. Псалмопевец явно среди тех, кто видит руку и силу Божию в его творчестве. Автор послания к евреям следует той же самой идее. Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. Автор псалма смотрит на мир глазами веры, рожденной от встречи Израиля с Богом. Вера, которая получает отклик в заключении договора, завета с Богом. Закон Божий воспевается псалмопевцам в самых высоких тонах. Он укрепляет душу, умедряет простых, веселит сердце, просвещает очи. В данном псалме прослеживается связь солнца с законом, с правдой Божией. У пророка Малахии можно встретить устойчивый оборот, в котором эти два слова словно сливаются – солнце правды. В последующем, в литургической практике православной церкви, это словосочетание было интерпретировано как указание на Спасителя Иисуса Христа. Солнце правды. Христос Бог наш. Эти слова мы находим в топоре среднего Господня. «Радуйся, благодатная Богородица Дева, из тебя бы воссиял солнце правды, Христос Бог наш, просвещая сущие во тьме». Созерцание солнца и закона прерывается в стихах 13-14, в которых автор признается в своих умышленных и тайных грехах, а затем обращается к Богу за помощью. А теперь рассмотрим более подробно отдельные стихи данного псалма. Первая часть. Второй, седьмой стихи. «Бог открывает себя через свое творение. Небеса проповедуют славу Божию». Слово «небо» относится к твердому куполу, упомянутому в книге Бытия, который словно удерживает воду над твердью. Древним людям, которые не осознавали размеров солнца, луны, бесконечности космоса, и многочисленности планет и галактик. Небо давало ощущение трансцендентности кого-то над собой. В данном псалме небеса словно проповедуют, несмотря на то, что сами они ничего, никаких слов для этого не используют. Хотя от них не слышно ни звука, но их голос достигает края земли. Время, которое измеряется повторением дня и ночи, вместо того, чтобы получить какой-то счет месяцев и лет, становится в словах поэта бесконечной песней. «Небо и днем, и ночью являет славу Божию». Русский перевод первых стихов псалма едва и едва улавливает то разнообразие терминов, синонимичных понятием «голос» или «слово», которые используются в оригинале. Ни один из этих терминов не повторяется в тексте дважды. И все они о том, что небо проповедует славу Божию. Солнце. Оно доминирует среди небесных тел, используя поэтическую персонификацию. Псалмопевец указывает, что на небе у солнца есть свое жилище, буквально палатка или скиния. Затем использует два сравнения, чтобы показать ту страсть, энергию, которая заставляет солнце двигаться по небу. Оно словно жених, выходящий из брачной комнаты, или как буквально в той комнате, в которой завершилась брачная ночь, или как богатырь, который с радостью совершает свой бег, демонстрируя окружающим свою силу и мастерство. Похоже, картина нарисована у экклезиаста. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Бог использует солнце для доброй цели. Оно согревает землю своим теплом. Во второй, очень важной части данного псалма, речь идет о законе. От Божия творения, в восьмом стихе, автор переходит к описанию Божия закона. И творение, и закон – все это откровения Творца человечеству. Переход от творения к закону – это переход от более низкой, к более высокой ступени богопознания. Для обозначения закона автор псалма использует вполне конкретное понятие «Тора», которое в данном контексте является отсылкой на книги Моисея, бытие второзакония. Между этим разделом псалма и великим гимном Торы, которым является псалом 118, сходств весьма много. Поэт хвалит закон, описывая его превосходные качества. Для характеристики законодательства Господа используются шесть синонимов – закон, откровение, повеление, заповеди, страх и суд. Закон Божий имеет шесть превосходных свойств. Он совершенный, заслуживающий доверия, праведный, светлый, чистый и истинный. Закон меняет жизни тех, кто ему следует. Он укрепляет душу, умудряет простых людей, превращает печального человека в радостного, дает просветление тем, кто ранее был слеп. Из списка этих поэтических, позитивных качеств выбивается одна фраза – «Страх Господень». Из книги-притч «Страх Господень» связан с приобретением мудрости. Хотя страх не улучшает жизнь человека, но он помогает человеку ориентироваться в том, как жить по воле Божьей. Божий закон дороже самого лучшего золота и слаще самого сладкого мёда. Соблюдающим закон светит великая награда по второзаконию благословения. В последних стихах псалмопевец говорит нечто о себе. Хотя Бог раскрывает себя через творение закон, псалмопевец признаёт, что он сам всё ещё живёт в невежестве в отношении своих грехов. Его беспокоят свои собственные скрытые недостатки. Он говорит здесь о своих скрытых недостатках и преднамеренных грехах. От слабости внутри себя, которую он признаёт, и от могущественного и вводящего в заблуждение примеры других людей. Псалмопевец ищет освобождение. Нет необходимости пытаться выяснить, что это за великое развращение, в которое боится впасть автор. Идолопоклонство или прелюбодеяние. Он понимает, что у него недостаточно сил, чтобы себя контролировать. Поэтому он мудро просит Бога помочь ему. «Удержи раба твоего». Молитва завершается просьбой к Богу принять Его слова и помышления, как Богу угодные. В 15 стихе он называет Бога твердыней, опять же, камень, символ защиты, и своим избавителем. И здесь нам важно хотя бы два слова сказать об этом термине – избавитель. Как и другие важные богословские термины в Библии, слово «избавители», буквально «гааль», имеет корни в повседневной жизни еврейского общества. Избавителем мог называться ближайший родственник человека, чаще всего брат, который выкупал ту часть семейного земельного участка или имущества, которые находились под угрозой потери. Например, их заложили и не могут выкупить родственники. Если член семьи был вынужден из-за бедности или долга продать себя в рабство, то избавитель выкупал его на свободу. Избавитель, если умер брат, должен был жениться на вдове, чтобы восстановить семя, чтобы восстановить имя в его потомках. Он же должен был отомстить за убийство члена семьи. Затем данное слово стало использоваться для описания Бога, который выводит свой народ из египетского рабства и вавилонского плена. Бога, который избавляет от всего, что угрожает жизни, включая саму смерть. Это особенно видно в книгах «Премудрости» Иов. В посланиях апостола Павла таким избавителем, по-другому искупителем, называется Иисус Христос, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. По апостолу Павлу, не веря в Бога людей, которые не знакомы с его законом, безосновательны, поскольку Бог дает познать себя в своем творении. Отвечая на риторический вопрос потенциальных собеседников, как веровать в того, о котором мы не слыхали? Апостол подтверждает необходимость проповедников, которые должны принести благую весть, поскольку вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам. Затем он цитирует данный псалом. «По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Эти слова являются прокинном на службе святых апостолов, которые проповедовали о Христе солнце правды. Во всю землю изыде вещание их и в конце вселенная глагола их. В использовании данной цитаты апостол Павел цитирует по греческому переводу. Он, Павел, проявляет творческую свободу. Изначально слова псалма относятся к голосу творения, но Павел относит их к проповедникам Евангелия. Кроме того, некоторые исследователи предполагают, что апостол языков использует некоторую гиперболу, когда говорит, что благая весть уже в его время разошлась до пределов вселенной. Чтение псалма с точки зрения Нового Завета приводит к дальнейшим размышлениям. Для христиан Слово Божие включает не только Ветхий, но и Новый Завет, рассматривая красоты природы, в которых видна рука Творца, или вчитываясь в премудрые слова пророков Ветхого Завета, которые говорили о том счастье, которое приносит обществу хождение в заповедях Божьих, в законе Божьем. Мы все же не должны забывать, что откровение Бога на земле достигло наивысшей точки в явлении Сына Божия, Слова, пришедшего воплоти. Как пишет автор послания к евреям, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Я сделаю еще два комментария. Первая важная деталь – само разделение в этом псалме на две степени откровения Бога. Этот псалом созерцательный, в полном смысле этого слова, созерцательный псалом. Бог видим в той прекрасной природе. Небо, звезды, птицы, все вокруг дышит этим присутствием руки Творца, напоминает нам о нем, о том, что он сотворил окружающий нас мир. Но сам закон здесь также является предметом созерцания. Человек, входящий в этом законе, он получает удовлетворение, радость от того, что исполняет заповеди. Хотя в межзаветный период следование закону могло бы означаться еще и игом закона. Отсюда под закона, находящийся под игом. Иисус Христос использует этот образ. «Игоба мое благо, и бремя мое легко». В буквальном смысле слова тот хомут или ярмо, который звучит в евангельской проповеди, означает упряжку, а в еврейской среде, как правило, упряжка была двойная. Я думаю, вы слышали притчи о паре волов. И так запорягали животных попарно, когда Христос говорит о том, что «Игомое благо, и бремя мое легко», он как бы намекает на образ этого ярма, которое предлагает человеку надеть на себя. И у нас ускальзывает с нашего поля зрения та мысль, что ярмо-то парное. Следовательно, вторым, кто пойдет со мной, будет сам Христос. Он будет вот этим вторым парным животным, который вместе со мной пойдет нести мой крест или пахать поле плугом и так далее. Но в переносном смысле под «Игом» во времена Иисуса Христа подразумевался закон. «Ига закона», то есть те границы, я сам себя связываю какими-то параметрами жизни. Есть коридор, есть путь, который мне дает возможность взойти наверх, к Богу. А есть овраг или крутой извилистый путь, который уйдет в пропасть, в преисподнюю. Так вот, нужна стена, нужен верный путь, чтобы не упасть. И вот в данном псалме, который находится в своем развитии, в 118-м псалме воспевается закон как предмет созерцания, который дает улитворение. Человек, который приступил, который пошел, который укоренился в соблюдении закона Божия, он чувствует радость, он понимает смысл. Это помогает ему увидеть Бога в самом законе. В самом законе. Итак, вот эти две важные идеи я хотел подчеркнуть. Вторая идея, еще одна идея, которую не подчеркнул в отношении прошлого псалма, это аналогии с космологией, вернее, просто образы из космологии древности. Мы сейчас, как продолжая идеи древних греков, мыслим землю как некий атом, как шар, вокруг которого воздух или безвоздушное пространство. В библейских повествованиях и в мышлении древних евреев мир обволакивал не воздух и не безвоздушное пространство, а вода. То есть земная кора это то, что под нами и то, что над нами. Внутри этого шара, тверди, воздух. На небосклоне, на тверди какие-то зияют звездочки. Вполне возможно, живые существа, которые дают свет, ангельские силы. Вода под землей и бьют источники воды откуда? Из-под земли. И вода над твердью. Следовательно, когда речь идет о наступлении всемирного потопа, когда разверзлись источники бездны. Речь буквально идет о том, что краники на небосклоне открылись и вот такие же самые источники, которые текут снизу, стали течь сверху. И в этом случае нам нужно учитывать вот эти образы. Образы этой космологии, что небо твердь, а вода над твердью и под твердью. Так мыслили люди древности. Поэтому для них вопрос всемирного потопа это не вопрос какой-то локальной стихии, который это место только в Междуречье. А вопрос вселенского масштаба. Потому что в целом небо превратилось в один сплошной дождь. То есть все оттуда стало течь. Междуречье. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова